День восхищения женщины Поговорим, собственно, сегодня об этом празднике Потому что я его немножко не догоняю Во-первых, о женской мудрости А единственные мудрые женщины, которых я видел в своей жизни Это школьные учительницы И то, когда я был маленький То есть женская мудрость для меня, это, знаете Это что-то типа инопланетян Вроде она есть, но я её не видел Значит, относительно 23 февраля, да Вот, 23 февраля, ну как, со школы уже всех приучают, что 23 день мальчиков, 8 день девочек Ни хрена подобного, не надо путать 23 февраля это день защитника Отечества Люди, которые участвовали в войнах Защищали Родину Хотя бы служили в армии, держали в руках автомат Они заслужили получить носки в этот день А что сделала женщина? Чем она заслужила золотые цепочки? Кольца, цветы, конфетки, шампунь? Ничем Просто есть такой праздник Дело в том, что когда-то Клара Цеткин и Лоза Трахтенберг И Лоза Люксембург На съезде Всемирном слёте других женщин Предложили Создать международный женский день Предложение было встречено овациями Ну ещё бы, если там одни тёлки собрались Какая дура проголосовала бы за То есть против Это всё равно, что, знаете На слёте алкоголиков Предложить праздник День Бухла На слёте наркоманов предложить День Конопли Никто же не откажется, правильно? Лишний праздник Вот и бабы проголосовали за Но при этом При этом Сейчас уже забыли полное название праздника Значит, они тогда голосовали За Международный женский день И дальше вот слова, которые вообще не упоминаются Женщин Пролетариата И их борьбы за равенство Вот так-то Знаете, 23 числа говорятся Не служил, не заслужил Ну и 8 марта тоже У станка не работало Вообще, на цветы не заработало Потому что пролетариат Это, как мы, я надеюсь, все знаем Это рабочий класс Что касается рабочего класса И борьбы за равенство Сейчас ни одна женщина не борется Ни за какое равенство И уж тем более Она не хочет идти в рабочий класс Её минимум Это быть секретаршей Желательно секретуткой Чтобы летать За бугор на самолёте Чтобы там ездить на машине Сейчас мечта Любой симпатичный баб Ну не любой, ладно Может быть, вы знаете исключение Но принято так считать Что потолок желания Это дунуть в чей-нибудь Рок изобилие И получить за это Корж Каен Ну, а Или если в рок изобилие Дуть чей-то не хочется Всегда можно Теребить Пелемешку В видеочате Перед веб-камерой И точно так же Зарабатывать себе на Каен На забугорные поездки И прочую фигню Плюс Опять же День женской красоты Там все бабы Типа намарафейчины Такие ходят Разодеты Разкрасивые Это день Я не случайно Напомню, что это день Пролетариатских женщин Потому что Женщины пролетариата Красивыми быть не могут Это грязь под ногтями Это постоянно Растрёпанная прическа Это некрасивое платье Это рабочий Какой-нибудь халат Синего цвета Вы посмотрите Вообще на фотографию Клары Цеткин И тёти Розы Куда ты собрался Это же Две Ну, совершенно Далёких от красоты Женщины Они Больше похожи Знаете, на учительниц Химии Вот Потому что У вас в школе Может быть Молоденькая учительница По-английскому По-русскому Ещё почему-то Но химичка Всегда, сука Старая и злая У нас было две Господи Я Не знаю Хотел Перед тем Как идти на химию У меня было желание Забежать в церковь И поставить Богу свечку Чтобы хотя бы сегодня Меня пронесло Она кричала так Что со стола Сыпалась штукатурка Вот это Она должна Отмечать Отмечать День Восьмого марта Это она Труженик Это она Ну, не пролетариат Ну, учительница Кстати Это, в принципе Пролетариат Вообще Восьмое марта Это день Когда, по-моему В Нью-Йорке Или где-то В Америке Короче, вышли Все Женщины На митинг Борьбы за равноправие А они все были Ткачихи Вот Как бы Причём тут Причём тут Вообще Какого хрена Вот что я хочу сказать Как могли собраться Бабы толпой И проголосовать За такой праздник Чтобы мужики были Обязаны им в этот день Дарить цветы Там Пыры-пыры Я не говорю, что Как бы Женщина Ну, 8 марта Знает своё место Иди мой посуду Нет Просто Я видел Как бы Знаете Я хочу сказать о том Что Вот нормальная Нормальная Ну, не женщина Девочка Девушка Кто угодно Которая, в принципе По жизни симпатичная Не обделена Вниманием мальчиков Она Она 8 марта Остаётся с собой У неё ничего не меняется Она точно так же улыбается Ходит себе с цветочками Всё Но как только Какую-нибудь Главную шмару на районе Поздравляют С 8 марта Вернее Когда настаёт для неё Этот день Это просто Другой человек Она начинает Борзеть Она начинает Выёбываться Она ведёт себя Просто как пиздец Год Нет Два года назад Был случай Когда я ехал Я в общественном транспорте Стоит Ну, 8 марта Стоит парочка Пацан Такой Обычный пацан Ничем не выдаётся У него нету золотых часов Потому что он ехал в автобусе Было бы странно ездить в автобусе В золотых часах Ну Обычный пацан И с ним рядом стоит его королева Знаете, вот эти джинсы С заниженной талией В обтяжку Куртка выше пояса Между курткой и джинсами Открытая часть тела Откуда свисает С боков Жирок Ну так Сантиметров 5 слева Сантиметров 5 справа Скажем так Баба вообще не красавица И просто пиздец Но Стоит она с цветами И вот Мы подъехали на остановке Я вышел первым Пацан вышел за мной Баба выходит третий Сзади слышу Олег А, нет, не так Олег, блядь Вот так вот Олег, блядь Я не Олег Но я обернулся Посмотреть Блядь Что случилось И вижу Парень Развернулся Подошёл обратно К выходу из автобуса Протянул ей руку Она взяла его за руку И только тогда Её Величество Соблаговолило Выйти из автобуса Честно На месте Олега Я бы его этим Букетом Поеблу Отхлестал Вот честно За такое публичное унижение Как бы Праздновать-то празднуй Хрестни Вот считаешь Что 8 марта Это такой супер день Можешь собраться с подругой Там С подругами Набухаться Кому-нибудь Дать по синей дыне От всей души Святое дело Но блин Не начинай себя Вот так вести Это же блять Отвратительно Это 8 марта Превращается Не в день восхищения Женщины А в день Блять Охуевания От её капризов Просто И поведения Видимо Поэтому Перестали Женщин Пускать у нас Во власть Ну мало В какой стране Ну то есть Видите да Что в думе В парламентах Абсолютное большинство Это мужчины Редко Где баба Президент Или ну Канцлер Вот видите Только в Германии Да Канцлер баба Там гей парад И все дела Вот При фюрере Такой херни Не было Потому что он мужик То есть Потому что баба Когда получает Хоть немножко власти Ну Естественно Страшная баба Которая всю жизнь Недоласканная Недолюбленная Как только она получает Хоть блять Грамм власти Она начинает Сука Ей пользоваться Вот Ангела Меркель Просто страшная Старая карга Поэтому она Вот блять Сука Из кожи вон лезет Но сука Срёт Вот реально Срёт нам Потому что Она знает Что Вот эти Проклятые Русские Там Тыры Пыры Потому что Задорнов правильно сказал Во времена Инквизиции В Германии Сожгли всех Симпотных баб Там все бабы Страшные Всю жизнь Они блин Недолюбленные Недоласканные И очень Очень по этому поводу Сука Злые И поэтому Там много Лесбиянок Кстати Про лесбиянок Я В своей жизни Имел неудовольствие Быть Знакомым С одной И Видеть На улице И в других Каком-то месте Ещё Две парочки Как же Жестоко Нас Обманывают Порнофильмы На самом деле Лесбиянки Это очень Страшные Бабы Это просто Капец Какие крокодилы Они друг Они друг другу Лежат пелемень Потому что Потому что Мужчины Просто не хотят С ними спать Это тот случай Знаете Как в анекдоте Не ебут Потому что Прыщи Прыщи Потому что Не ебут Это Моя знакомая Значит Ну как знакомая Просто мы познакомились В интернете Когда-то там Слово за слово Тыры-пыры Она знаете Она А больше на мальчика Похожа Чем на девочку Была Это короткая стрижка Абсолютно плоская Фигура Такая В принципе Но В принципе Она была Интересный Весёлый человек Ничего не скажу В меру умный А те Которых я видел Целующимися На улице Прям в центре города Блять Хули там ЛГБТ Когда они Ещё Видимо Надеялись Провести Свой сраный парад Это просто Были Не знаю Как это Две таких Просто Женщины Знаете Как с усами И бородой Практически Это был Просто Я не знаю Ух Говно Какое Блин Я думаю Что в порнухе Надо показывать Правду Что лесбиянки Не могут быть Супер пиздатыми Бабами Супер пиздатые Бабы Они я уже сказал Дуют В урок изобилия Ездят на джипе Им нахрен Не нужны В другие телки Конечно из любого исключения Есть правила Я не говорю Что вот только так И никак иначе Кстати вот Не забудьте Восьмого марта Заметить Что ваша мадам Изменила Прическу Скорее Ну скорее всего Она это сделает Это Седьмое число Или там Какое-то перед этим Это Традиционный поход В какой-нибудь Брикмахерскую Которая называется Салоном красоты Кстати Задолбали эти салоны Красоты Ёбаный насос Я теперь Блять не знаю Куда постричься Пойти Чтоб там Блин Не знаю Ничего Не почувствовать себя Каким геем Метросексуалом Чтоб меня не стали Заебывать Чтоб давайте Мы вам голову Помоем Я дом могу Помыть Не надо мне Не надо мне Вот этого Вот этих Прогибов Нахрен Вообще лишних Ходишь Это в салоне В салоне красоты Вышел Собственно В кедах Все голову У них Реально В тех дружбу, это не касается. У них другой ритуал. Они должны вместе сходить поссать, чтобы подружиться. Это у них максимальный уровень дружбы, это когда две бабы ходят ссать. Ну, как вернее, либо максимальный, либо средство, чтобы этого уровня достичь. Так, кстати, мне некоторые женщины пытались объяснить, почему бабы всегда ходят ссать толпой. Ну, как, вдвоём, втроём. И вот постоянно в торговом центре или на выходе из зала кинотеатра ты видишь мужской туалет, возле которого нет никого, и женский, в которой стоит просто, блядь, хуй знает какая очередь. Это вот потому, что они реально ходят по двое, по трое, и там никуда не торопятся. Я так и не понял, чего они там делают. Они что-то пытались объяснить. Одна сумку, типа, держат, потом ещё что-то, потом ещё что-то, плюс на выходе из туалета они зависают у зеркала и начинают около него краситься. Что создаёт дополнительный эффект давки внутри помещения. Кстати, вот по поводу того, как некоторые бабы красятся. Вот, женщины для меня делятся на три категории. Одна умеет наносить на себя макияж. Одни. Вторые не умеют. А третьи вообще не красятся. Они вообще не пользуются косметикой. Это, конечно, вообще самые счастливые от природы женщины. Они экономят на этом очень сильно денег, ну и плюс они от природы ещё красивые, потому что, ну, макияж он, типа, должен вот тут оттенить, вот тут скрыть, вот тут замазать, тут, блядь, хуй знает, что ещё. У бабы, у которой всё нормально, ей, в принципе, всё нахрен не нужно. Хотя, вот, есть, конечно, бабы, которые видно, что они пиздатые, но почему-то они ещё, блядь, наносят себе макияж из стиля, знаете, Чингачгук выходит на тропу войны. Не знаю, что ещё. Я видел как-то в метро, ехала напротив меня, ну, почти что уже бабушка по возрасту. Я вообще такого даже в цирке не видел. Она помадой измазала щёки, а потом по щекам размазала, типа, такая. Стала такая румяная матрёшка, думает, блядь. Я смотрю, думаю, ебать мой хуй, Орликин, блядь, сейчас нападёт ещё. Блядь, красит уж вообще как Джокер из Бэтмена, чё ж ты тут стесняешься. Вот, значит, я знаю несколько девочек, которые умеют краситься просто. Ну, долго, блядь, но умеют просто. У них классно получается подводить глаза там, блядь. Наносить там эти тени навеки. То есть там, хочешь она как вампир накраситься, хочешь там нормально. Я знаю, видел, видел, да, и знаю, которые не умеют краситься. Там пиздец полный. Я ебу. Как накраситься, так думаешь, ёпт твою мать, куда бежать. То есть там такая цветовая гамма на лице в сочетании с цветом волос. Там, бля, хуй, чё поймёшь. Просто как пасхальное яйцо какое-то, знаешь, в хламе вышло. Вот. Была у меня, кстати, подруга, которая не то, что не любила. Она не давала смотреть, как она красится. Просто ей это бесило. Это, если ты попробуешь подглянуть, это будет просто срач до небес. Но я как-то раз поставил зеркало беспалевное и посмотрел. Это, это, конечно, я сразу понял, почему она не хочет, чтобы смотрели. Там вот это всё. Такие кривляния, так, такие лицо выдавало такие выражения, что я не знаю, если прикрутить к каждому выражению лица какую-то долю эмоциональности, то это будет просто Оскар, я не знаю, на каком-нибудь, блядь, фестивале. Сразу мне, кстати, интересно, как красится Кристин Стюарт. Она, интересно, рот открывает, когда глаза под это, когда глаза подводит. Правильный ответ нет, не открывает, потому что у Кристин Стюарт рот открыт всегда. Приоткрыт так. Типа свободная касса. Отдельная тема это что дарить на 8 марта. кто-нибудь что-нибудь из мужчин понимает в помадах. Какая там помада ей нравится, допустим. Ну, например, какая не нравится там туалетная вода или как там духи, вот тоже непонятно. Какие-то нравятся, какие не нравятся. Я вот когда нюхаю духи, да, туалетную воду, для меня она вся одинаковая. Она пахнет туалетной водой. Это пахнет так, другая пахнет по-другому. И только у женщин сладкие, не сладкие, кислые, не кислые, резкие, не резкие, блядь, с оттенком, без оттенка. То есть это, в общем, женщины, они, знаете, потребители таких вещей, которые без них, в общем-то, не купишь. Там, этот, размер лифчика, хер поймешь, как определить там колготки, тем более. То есть все какое-то, знаете, за гранью понимания мужского мозга. Поэтому эти условности уже загоняют мужчину либо в цветочный, либо в ювелирный. Если выберете цветочный, не забудьте узнать, есть ли у вашей мадам какая-нибудь аллергия на цветы. Или, может быть, какие-то ей не нравятся. В итоге из беспроигрышного остается только ювелирка или путевка куда-нибудь. Напоследок расскажу историю о том, что ну, просто надо чем-нибудь заполнить. Заполнить эфир, пока закончится гонка. Короче, была у меня мадам, мы с ней расстались. так бывает. И, знаете, еще как бывает, что там некоторое время после расставания мониторишь страницу там своей бывшей или там что-то ты там хочешь увидеть, не знаю. У меня, в принципе, такой хрени нет. Я просто случайно увидел, что она там лайкнула что-то там у моего друга какую-то запись. Я думаю, о, новая фотка. Пошел посмотреть, зашел на страницу, смотрю, она у нее заметно так увеличилась в области живота. Время шло, я сидел, я нервничал. Я думаю, блин, ну, потому что как бы еще расстались, так что непонятно, что случилось, в общем-то, ну, типа, вроде как по обоюдному согласию, а вроде как и все нормально было, типа там того. Вот, ну, и потом в один прекрасный момент я уже не выдержал, говорю, слушай, ну, давай что-то как-то решать, потому что надо что-то делать. Она говорит, ты о чем? Короче, оказалось, что эта курица просто набрала, нажрала себе пару килограмм, и нихрена подобного она не беременная. Это был конфуз, конечно. Вроде как ты с лучшими чувствами, со всей ответственностью, а в другой... А с другой стороны просто в лицо высказал ей, что она теперь жирная. Ну, ладно, тем не менее, все-таки, да, женский день, а теперь, ладно, хоть пусть он теперь и не праздник женщин-пролетариата, но все равно надо всех поздравить, поздравьте всех своих подруг, я тоже поздравляю всех своих подписчиц, немногочисленных, такие есть, я в шоке, но они, видимо, есть, так что с праздником вас, дамы и мадамы, будьте естественными, ведите себя прилично, от скромности, от передозировки скромности еще никто не умер, помните это, останавливайте коней на скаку, входите в горящие избы, в общем, да пребудет с вами Стас Михайлов, адьо!